Вода и отопление дорожают? Как жить с новыми тарифами? Мы испробовали на себе Новая Европа Жизнь после Брексита Что почувствует Украина? Эксклюзивное интервью Должны за коммуналку? Коллекторы идут к вам Чего теперь опасаться? Прокурора, правившая за решетку Лазаренко Марта Борщ Чему она учит украинских детективов? Карманные фирмы Как чиновники перекладывают деньги Из кармана государственного в собственный? Вот такие сегодня главные темы недели И главные темы программы Разберемся вместе Я Дмитрий Анопченко Здравствуйте Европа уже никогда не будет прежней После того, как на этой неделе Ее покинула Великобритания Жители страны возмущались Мол, Брюссель диктует нам, как жить Не задумываясь, что многие их товары Соседи готовы были покупать Только потому, что все они В одном Европейском Союзе Британцы кричали Мол, королевство заполнили мигранты Не замечая, что именно эти люди Готовы за копейки мыть у них полы Знаете, какой был самый популярный запрос В Гугле, в поисковике После того, как объявили результаты голосования Так вот, сотни тысяч людей напечатали в поисковой строке Что произойдет после выхода из ЕС То есть, вначале проголосовали И только потом задумались А, собственно, что дальше И вот сейчас, одумавшись Подписи под петицией На сайте британского парламента Собирают, требуя правила изменить Мол, если явка низкая Нужно назначать повторный референдум Коллеги, где мне его показать? Сайт, где собирают голоса Да, ну, давайте посмотрим Сейчас нам дадут сайт, где собирают голоса Официальный сайт британского парламента На эту минуту там 3 миллиона 329 442 человека проголосовали За то, чтобы Вернуться в Европейский Союз Ну, механизм для этого предложен Парламент был обязан рассмотреть Этот документ, эту петицию Даже если 100 тысяч подписей соберут Ну, вот сейчас видите 3 миллиона 329 собрали Ну, и предложение, что Результаты голосования должны переиграть Переиграть, поскольку явки не было Ну, вот, может ли Британия переиграть эти результаты Вернуться в ЕС Поможет ли тут вот эта петиция Которую до сих пор просто в эти секунды Подписывают на сайте британского парламента Давайте прямо сейчас это узнаем У нас Лондон и Берлин на связи Светлана Чернецкая в мегаполисе Который теперь уже и вроде бы не совсем европейский И Татьяна Лагунова в столице Которая теперь, похоже, претендует на то, чтобы Вместо Лондона стать и политической, и финансовой столицей Давайте с Лондона начнем Светлана, а вернуться вот можно еще? Эти миллионы подписей под петицией к парламенту О которой я только что говорил Они способны повлиять? Да, похоже, британцы уже поняли Что сделали ошибку И петиция, всего за несколько дней Набравшая более трех миллионов голосов Тому яркое подтверждение Но не стоит воспринимать этот документ Слишком серьезно Ведь подпись под ним может поставить любой И не обязательно гражданин Британии Да, ее обязаны рассмотреть в парламенте Но повернуть все вспять Даже палата общин не сможет Ведь нельзя сравнивать Даже пусть и самый популярный интернет-призыв И результаты общенационального референдума Все-таки за Брекзит проголосовали 17,5 миллионов британцев Конечно же, без протестов не обошлось Первыми взбунтовались молодые британцы Те, кто отдали больше всего голосов Против развода с ЕС На улицах люди с плакатами «Я не ухожу» Разрисованными в цвета флага Евросоюза Некоторые говорят, даже проплакали весь день После того, как узнали о результатах референдума Я опустошена и напугана Мы, конечно же, понимали, что это возможно Но все равно это стало шоком Очень жаль, что эта мультикультурная страна Кардинально изменится И мир больше не будет прежним 75% людей моего возраста Хотели остаться в ЕС За нас все решили люди Которым даже и не придется жить с этим решением Потому что оно еще не скоро придет в действие Они повелись на все это вранье Пустые обещания и расизм Многие сожалеют еще и потому, что почувствовали результаты Брекзита на своих кошельках За один день сбережения британцев сократились более чем на 10% Вслед за падением фунта Запаниковали и финансисты Что мы сделали, так это сами себя втянули в еще один кризис И да, уже понятно, что мы живем в очень непредсказуемом мире И ситуация будет становиться все сложнее А если Европа думает, что ее не зацепит ситуация в Британии То ошибается Падение фунта потянет за собой и евро Если путь назад, скорее лазейка Она в Шотландии Там проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС И, возможно, шотландский парламент Попробует наложить вето на выход страны из ЕС Ведь местные депутаты имеют право заблокировать любое решение Если оно касается их региона Но, скорее всего, возврата к прошлому уже не будет И британцам придется работать над тем, чтобы доказать Что и без Евросоюза Британия может быть сильной Давайте мы Берлин тогда услышим Таня, а почему Евросоюз, похоже, не очень-то удерживает теперь Британию? Неужели так сильно Лондон всех достал? Когда разыгрывая эту карту, угрожая, что выйдут из ЕС Выбивал преференции из Евросоюза Здесь на континенте говорят, что Лондон переиграл сам себя Британское правительство долго добивалось особого положения в Европе И, как говорят наблюдатели, даже шантажировало Евросоюз Мол, уйдем, если не примите наши условия И вот теперь пути назад нет Уж если решили уйти, то и не нужно затягивать Теперь ЕС буквально торопит Британию с выходом Потому что неопределенность сейчас больше всего бьет по будущему Евросоюза Кстати, появились уже и первые оценки и убытков Немецкий экономический институт подсчитал Потери Британии от развода с Европой составят 300 миллиардов евро И сейчас главная забота политиков здесь, на континенте Не допустить того, чтобы и потери ЕС достигли таких же масштабов Это удар по Европе Это удар по процессу европейского объединения Какими будут последствия в грядущие дни, недели и месяцы Полностью зависит от того, сможем ли мы, остальные 27 членов ЕС Показать способность и готовность не делать слишком поспешных и простых выводов Из ситуации с референдумом в Великобритании Это бы разделило Европу еще сильнее Самый болезненный вопрос на сегодня это судьба более миллиона британцев Которые работают в странах ЕС и нескольких миллионов граждан ЕС Которые трудятся в Британии Эти люди до сих пор не понимают, что их ждет То ли уже нужно паковать чемоданы и собираться домой То ли политики сумеют быстро договориться и решить вопрос Оформления разрешений на жительство и работу Студия Хорошо, давайте к Лондону вернемся А насколько велика вероятность, что теперь и в самой Британии начнется, ну скажем так, парад суверенитетов? Что Шотландия, что Северная Ирландия просто выйдут из состава Королевства Света? Действительно, еще никогда Британия не была так близка к распаду Фактически, Брекзит сделали возможным жители Англии и Уэльса А вот Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе Ну и для них это прекрасная возможность реализовать давнюю мечту о суверенитете По последним опросам уже 60% шотландцев выступают за независимость от Британии Дошло до смешного В столице теперь тоже собирают подписи за объявление независимости Лондона от Великобритании Мол, жители столицы голосовали за то, чтобы остаться в ЕС А значит, тоже имеют право на независимость Под такой петицией уже подписались около 200 тысяч людей И теперь мэр обязан ее рассмотреть Вряд ли это будет иметь последствия Но настроение после Брекзита характеризует очень ярко Дима? Таня, а из Берлина как видится ситуация? Как быстро Лондон и Брюссель смогут оформить этот развод? Сколько еще будет сохраняться вся эта неопределенность? Процесс выхода из Евросоюза может растянуться на годы Пока Британия официально не уведомила ЕС о том, что хочет уйти Собственно, такого формального обращения в Брюсселе ждут уже в ближайшие дни Еще несколько лет Британия будет оставаться членом ЕС с обязанностями и правами Но при этом возможности влиять на общее решение существенно сократятся Британии придется отдельно договариваться с каждой из оставшихся 27 стран ЕС О новых условиях жизни по вопросам торговли, миграции и так далее И эти переговоры будут очень непростыми Великобритания сделала свой выбор, решила уйти В ближайшее время государства Евросоюза должны обсудить Как защитить еврозону в ближайшие месяцы Нужно избежать того, что сейчас происходит с фунтом на международных рынках Да, грядут неспокойные времена и нам необходима стабильность Это станет главной темой наших ближайших встреч Уже во вторник в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС Политики хотят договориться о координации своих усилий Падение на биржах началось уже на следующий день после референдума Основные индексы евро и даже цена на нефть покатились вниз Пока что это совсем не похоже на обвал Но если развод Британии с Евросоюзом перестанет быть управляемым процессом То инвесторы могут запаниковать И тогда Брекзит без преувеличения ударит по всему миру Студия Понятно, коллеги, спасибо за то, что следите за ситуацией Я так понимаю, что в ближайшие недели работы у вас будет очень много Ну а как бы далеко от нас с вами не были эти события Вот теперь, после Брекзита, украинцы тоже волнуются А как демарш Британии скажется на нашей стране? Затормозит безвизовый режим или нет? Нет, сосредоточатся европейцы на своих собственных проблемах Или Украина по-прежнему будет в фокусе внимания? А волноваться есть о чем Уже завтра в Брюсселе мини-саммит Украины-ЕС Петр Порошенко встретится с президентами Европейской комиссии Европейского парламента и Европейского совета А вот о чем будут говорить? Чтобы узнать это незадолго до эфира Я встретился с министром иностранных дел страны Чего ждать от понедельника? Все будут зверьаты годинники? Чи можно ожидать каких-то конкретных решений? У нас есть порядок денный, но это не тремница Что основные разговоры будут вокруг будущего европейского проекта После Брекзита без этого не можно Но логика солидарности, логика поддержки Украины Санкции, просувание Минского процесса Конечно, поддержка реформ Но и безвизовый режим Оскільки мне вот сегодня, я не знаю Было 15 звонков и смс Чи не вплине Брекзит на безвизовый режим Багато хто каже, что через Брекзит Фокус уваги может быть просто смещен Из Украины, на Британию На то, что там происходит и все Что будет не до нас Про Украину забывать никто не собирается Но на самом деле я считаю, что в этих дискуссиях Навколо будущего Европейского Союза И, до речи, Европейского проекта Роль Украины будет очень важной Реально очень важной И, в принципе, Европейский проект Сейчас не будет выглядеть Вот у нас, последними роками Дуже часто ставили знак ревности Между Европой, умовно Европейским проектом и Европейским Союзом На сегодня, когда Британия Точнее, британцы приняли такие решения Цей знак ревности, он не бывает Абсолютно другого значения Мы должны с этим погодиться А для вас особо было несподиманное решение британцев? Если честно, то нет Я не скажу, что для меня Это была абсолютно несподиманная Но, как и много моих друзей Я надеялся, что все-таки британцы Приймуть решение Залишаться в Европейском Союзе Оскільки Европейский Союз с Британией Звичайно, это местнейший И для будущего европейского проекта Нам бы было работать на среднестроковый На довгостоковую перспективу Я сподіваюсь, простейше Те, кто нас сейчас смотрит, головное вопрос Когда все увидели результаты Бракции Как это значится на Украине? Я считаю, что в краткостоковой перспективе Вплива на важные для нас вещи Не будет Звичайно, это может на месяц Откласти дискуссии Что до безвизового режима Вот сейчас Европейский парламент Мает хвалить механизмы реагирования На миграционные риски Все ожидали, что он будет хвален Протягом ближчих 2-3 недель Зараз, звичайно, все будут Розговаривать только про Брекзит Таким образом, это может На несколько недель затриматься Но фундаментальной затримки не будет Не нужно сказать, что сейчас Это переносится на следующий рік Або что-то на кшталт Тобто ключевые вещи, которые мы опрацовывали И где Европейский союз Дал свое политическое обязанное Просутися далее Это поддержка реформ Имплементация угодов про ассоциацию Звичайно, безвизовый режим Для них загрозы, звичайно, нет Еще одна тема, которую не могу обойти В разговоре с главным дипломатом страны Приезд Виктории Нуланд Помощник американского госсекретаря Была в Киеве на этой неделе Провела в переговорах целый день Улетев затем в Москву Встречалась с первыми лицами страны В том числе и с президентом Хотя изначально в ее программе Этих переговоров не было Главный вопрос Подтолкнуть минские соглашения Выполнение которых заметно забуксовало В прессе после этого стали писать Мол, американская администрация Хочет успеть сделать все, что можно До конца каденции Обамы Но Павел Климкин убеждает В отношениях Вашингтона и Киева Имена политиков не главное Вот что до Соединенных Штатов Я абсолютно уверен, что любая Американская администрация За самую природой американского Суспильства Яке есть отданным ценностям свободы Ценностям демократии Ценностям верховенства права Будет неодминно поддерживать Украину Слушайте, неужели даже Трамп? Абсолютно Я уверен, что любая президент Соединенных Штатов Будет последовательно поддерживать Украину Поэтому основной акцент С Викторией Ноланд И когда я встречался И когда будут и другие встречи Это то, что нужно сделать с безопасностью Реальный контроль С боку Образия Нам нужно больше присутствия Образия И в сенсии посиления Специальною мониторинговой миссии И в сенсии полицейской миссии Образия Без этого неможливо Забезпечить безопасность В будущих выборов И без безопасности Взагалі неможливый шлях До подальшой интеграции Украинского Донбасса в Украину Вивид Або, звичайно Зберегание оружия Под контролем Образия Оскільки мы прекрасно понимаем Что Россия не визнает Ни завтра, ни после, після завтра Что эта оружия пришла из России И не возьми ее назад Тому нам потрібно ее зберегати Але зберегатися вона може Тільки під контролем Образия Вот це були насправді основні питання Будучи в Києві Именно Нуланд анонсировала Встречу Порошенко і Обамы Уже через две недели В Варшаві, где пройдет саммит НАТО Для американского президента Это последнее европейское турне СМИ уже успели предположить Мол, интересовать його будут В основном последствия Брекзита Это і станет темою всіх переговорів Но мой собеседник знає о ситуації Із перших уст Справді, американская адміністрація Вела ряд ключевих тем Тем, які фундаментально важливі Для Сполучених Штатів І фундаментально важливі Для Європи І для безпеки Європи Для європейского проєкту І Україна Європейська і демократична Україна Це однозначно одна з таких тем Чого чекати від зустрічі президентів у Варшаві? Ну, по-перше, це самміт НАТО І самміт Україна-НАТО І я впевнений, що у нас буде чіткий директор авказ Яким чином робити реформи В безпековому оборонному секторі Таким чином, щоб довести Весь наш сектор за декілька років До базових стандартів НАТО Але в спілкуванні, звичайно, з ключовими лідерами Основна тема буде Це Мінськ Як примусити Росію виконувати Мінськ План дуже чіткий Врешті-решт виконати Мінські домовленості Встановити реальну безпеку Забезпечити більшу, а не меншу присутність Міжнародного компоненту і міжнародного співтерористу Оскільки це запору про утримання безпеки Погодити логіку, яким чином ОБСІ отримує контроль і доступ до території Донбасу До, звичайно, ділянки кордону Щоб постійного трафіку там не було Інакше будь-які вибори не мають сенс І розмістити елемент поліцейської місії Або безпосередньо підготуватися до нього І це буде шляхом до реального, можливого рішення Щодо майбутніх виборів Інакше говорити про вибори ми аж ніяк не можемо Це буде навпаки Легітимізація тих, хто знаходиться на сьогодні там при владі І хто просто Москвою поставлений там у владі А ця ситуація, це шлях для Донбасу абсолютно в нікуди Але на сьогодні маємо використати цю динаміку І в тому числі Варшаву для постійного політичного тиску Ну і рішення по санкціям дуже важливо Дякую за розмову і вдали поїздки і вам, і всім нашим вже у понеділок Дуже дякую, дуже дякую І коли повернусь, тоді буде можливість розповісти про результати Дякую Ну і встреча двох президентів в Варшаві Которе нам вот только що сказав министр іностранних дел Напомню, буде 8-9 июля Сесіонная неделя как раз Когда, как рассчитывают в парламенте Рада перед каникулами сможет проголосовать по многим вопросам Чтоб ни у европейцев, ни у американцев не було повода В очередной раз упрекнуть страну, что, мол, реформы опять буксуют Но очень похоже, что слугам народа опять будет не до того, не до реформ Начнутся тарифные войны Ведь с 1 июля опять взлетают коммунальные расценки На горячую воду почти в два раза Если у вас дома есть такая по нынешним временам роскошь Как полотенце-сушитель, то еще больше От 70 до 90% набавят и за отопление Ну тут уж не до джакузи Простую ванну принять будет дорого Наши корреспонденты проверили тарифы на себе А заодно и задались вопросом А как в Европе? В жизни фонтан тарифы на воду опять взлетает Через полтора месяца это на себе почувствует каждый украинец Как мне утонуть в цифрах? Попробуем разобраться Проведем эксперимент и выясним, сколько стоит то, что мы делаем каждый день Самая обычная утренняя процедура умыться и почистить зубы Проверим, сколько же воды утекает за раз Я лично на себе не экономлю Поэтому умываюсь только тепленькой водичкой Итого 26 копеек А теперь самое элементарное Помыть руки с мылом Мне это обошлось 8 копеек А вот самая затратная процедура принять ванну Она в среднем обойдется в 10 гривен Видимо, о такой роскоши многим придется забыть Душ дешевле А вот на сколько, сейчас проверим А вы уходите Уходите Гуляй, соленая Духовстве Получается, за 10 минут канализацию спустила 6 гривен Тоже дороговато Прилично потратиться придется и чтобы помыть посуду Здесь столько же грязной посуды, сколько обычно остается после обеда 7 из 4 человек Чтобы все это перемыть Опять же, не экономим Как результат, почти 3,5 гривны за одно мытье посуды На первый взгляд, недорого Но если чистить зубы и принимать душ по 2 раза в день Мыть руки 5 раз, а посуду 3 То семье из 4 человек в месяц все это обойдется почти в полторы тысячи А это на секундочку больше, чем минимальная зарплата в Украине Еще одна незадача Зима близко Уже в ноябре в платежках появится новый тариф на отопление В Киеве примерно в среднем 1 квадратный метр обойдется в 33 гривны Теперь считаем За самую маленькую крущевку в 30 квадратов придется отдать почти 1000 гривен За двушку в 50 квадратов больше полутора тысяч Впору задуматься о немецкой рациональности А как там у них? Тепло, электроэнергия, ну и конечно вода Все это в Германии очень дорого За коммунальные услуги немцы платят более 200 евро в месяц Это примерно 5,5 тысяч гривен Тарифы на воду одни из самых высоких в Европе Хотя нужно признать, она настолько качественная Что пить можно прямо из-под крана Литр воды стоит в Германии полцента Переведем в гривны и посчитаем приблизительную стоимость водных процедур Один раз умыться и почистить зубы 88 копеек Просто помыть руки втрое дешевле 27 копеек 10 минут теплого душа обойдется в 19 гривен А если еще и посуду помыть, плюс 12 гривен к расходам В общем, если не экономить, то немецкая семья с 4 человек Только на воду тратила бы в месяц баснословную сумму Почти 5 тысяч А может подумать о еврейской расчетливости? Во сколько обходится коммуналка в Израиле? Вода в Израиле ресурс особенно ценный Ее мало и власти постоянно призывают экономить Вот платежка за воду для семьи из 4 человек Здесь указано, что платежный период в Израиле 2 месяца Так вот здесь указано, что за 2 месяца потребление составило 22 кубометра То есть по 5,5 кубов на человека И сумма ко плате за 2 месяца, она указана в шекелях В пересчете на доллары это 46 долларов То есть чуть более 1000 гривен Теперь подсчитаем Если жить по украинским меркам не экономя Выходит, один раз умыться и почистить зубы стоит 40 копеек Помыть руки почти 10, пойти в душ 8 Если же мыть посуду, потратите гривен 5 За месяц на семью из 4 человек накапает 2000 гривен Если же включить электрический бойлер В месяц еще надо будет доплатить чуть больше 500 гривен Домашняя бухгалтерия проста Коммуналка в Израиле в сравнении с Украиной обходится дороже, но не на много Если сравнивать с Германией и Израилем Тарифы у нас не самые высокие Правда, есть одно но Зарплаты у нас плачевные Давайте сравним, сколько платит за коммуналку обычная семья Где муж и жена получают среднюю зарплату и живут в двухкомнатной квартире Результат? Украинцы платят больше трети своей зарплаты Немцы и израильтяне всего около 5% Для тех, кто платить высокую коммуналку не может, придумали субсидии На этот пряник уже повелась треть населения, а будет еще больше Почти каждый второй украинец подтягивает на субсидии Даже те, кто еще недавно считал себя средним классом Будет лишаться там 250-300 гривен в месяц на людей Что в принципе прожить нереально Это что за 10 гривен в день жить? А питание субсидии, ну это какая-то принизливая речь Можем с простягнутой рукой идти до державы, дайте, потому что мы не можем заработать Парадокс в том, что отныне одна половина населения будет платить за другую Субсидии это виртуальные гроши, понимаете? Они же гоняются по колу, потрапляются рівном на кнафтогазы И там они оседают, делаются На субсидии уже не хватает денег В мае в срочном порядке правительству пришлось спросить у Верховной Рады Пересмотреть бюджет и выделить дополнительно 5 миллиардов гривен С того, что нет денег в бюджете властных То хочет до этого еще пройдание залучить и кошти Международного валютного фонда Политику нужно менять Поляки, начи с 89-го року, боролися не с тарифами, а боролися с бедностью А мы 25 лет боролися с тарифами Повышая тарифы в правительстве понимают, все больше людей будут становиться должниками В Министерстве ЖКХ уже прогнозируют, каждый третий украинец не будет платить за коммуналку Ну и понятно, что с новыми тарифами, которые, напомню, с 1 июля вступают в силу За субсидиями уже не каждый третий пойдет, а 50-60% населения страны будут их получать Ну это, между прочим, официальные расчеты, расчеты Минрегионстроя Знаете, что общего? Между коммуналкой и армией Теперь и на субсидии, и на оборону страны из бюджета будут выделять одинаковые суммы Расходы на такие компенсации в следующем году вырастут практически вдвое Вот только представьте, на субсидии будут выделять почти 4% ВВП 80 миллиардов гривен Об этом, между прочим, министр финансов заявил А поскольку нынешнее 1 июльское повышение не последнее Расходы на субсидии явно имеют шансы переплюнуть финансирование армии И в этой ситуации и повышению минимальных зарплат украинцы радоваться перестанут Потому что, смотрите, выплаты поднимут не на много Но для многих семей это не на много Как раз и станет критической цифрой, когда субсидии будут уже не положены Эксперты экономического дискуссионного клуба подсчитали По всей стране от государства и работодателей Люди, если повысить минималку, станут получать больше на 2 миллиарда гривен Казалось бы, огромная сумма, но 1 миллиард из этой суммы сразу же уйдет на оплату коммуналки Ну а если не заплатишь, рост тарифов даст больше работы, кому вы думали, коллекторам Тем более, что их деятельность депутаты фактически решили легализовать Рада проголосовала за закон, где даются все права частникам Тем, кто помимо государственной исполнительной службы получает возможность выбивать долги и забирать имущество Ну, выселять они, правда, никого не смогут, к счастью, но в остальном получают карт-бланш Кто именно может постучать нам в дверь, знает Павлина Василенко Криками Открывай дверь! Напором И силой Украинцы выселяют за долги перед банками Теперь коллекторы идут в новое наступление Деньги станут выколачивать даже из тех, кто не заплатит за коммуналку Украинцы погрязают в долгах За ЖКХ их уже накопилось более 13 миллиардов гривен Арифметика проста На 100 квартир 20% должников Или коммунальная недоплата есть у каждой пятой квартиры Это ли не поле, где есть, где разгуляться коллектором? Украина уже видела первый случай коммунального права Или бесправия В Луцке забрали квартиру за долги 46 тысяч гривен Квартира ушла с молотка в 100 раз дороже Пришел власник и сказал Я в жену власник, ваши документы не действуют Квартиру забрала государственная исполнительная служба Но через парламент уже прошел закон Который теперь позволит это делать и частным компаниям Которых называют коллекторами Те, кто не голосовал за закон, говорят Может начаться неконтролируемый процесс В законопроекте, например, по ЖКХ Написано, что он может прийти и забрать то, что он считает, что можно реализовать Он будет сам решать, что может в какой-то части А по какой цене он будет продавать, там уже никто не контролирует Нужно создать страшную картинку, что вам скоро будет очень плохо, если вы не заплатите по воровским тарифам Для этого получился закон о частных исполнителях судебных решений Чтобы заработал, закону не хватает пока подписи президента Но коллекторы говорят, они и без закона прекрасно зарабатывают Это на их сленге называется «работать по ЖКХ» Долги продавали и будут продавать целыми пакетами Обычно это происходит так Ребята приезжают напрямую к мэру, к губернатору И говорят, вы такие серьезные парни, мы можем решить Схема выглядит так Вот много должников Вместе они задолжали, например, миллион гривен Их долги продают коллектору за 700 тысяч И эти средства идут в бюджет А дальше это уже проблема коллектора Как отбить свои деньги? Когда идет процент высокий Это начиная от 25-30 и до 50 и выше Процент это то, что можно получить от бизнеса на чьих-то проблемах И это многомиллионные обороты Только вот еще вопрос, что будет считаться долгом Оказывается, сейчас это может быть даже сотня гривен Для себя мы вызначили, что это будет понад три месячные нарахования Но нас закон не обмеживает Даже если есть месячные нарахования, простроченные, не сплаченные Закон надает нам право уже обратиться к суду Правила коллекторов – действовать быстро Обычно деньги возвращают уже после первых звонков Незговорчивых же будут убеждать спортивные крепкие ребята Методы выбивания долгов одинаковы Что в больших городах, что в провинции Недавно жители этого села Подуманью Терроризировали коллекторы Из-за кредитного займа от насельчанки Угрожали жечь дома, изувечить И даже убить, если не вернут деньги В Полинецком обрабатывали Не только должника, но и его соседей Полиция возбудила уголовное дело Из-за телефонных угроз Местные боятся даже вспоминать Те, кто сами давно в коллекторском бизнесе Удивляются цинизму некоторых своих коллег ЖКХ – это в принципе всех под одного ребенка Там никто не разбирается Мать – это погибшего Пьяница Или безработный Или человек больной без ног Пострадавшие от напора коллекторов Уже объединяются в группы Так проще с ними сражаться Новая волна выбивания долгов Начнется уже осенью, когда украинцы Почувствуют на полную прелесть новых тарифов Если зарплата человека осталась на прежнем уровне У вас на руках ничего не остается Придут вот эти самые частные коллекторы К чему это приведет? К бойне Выход пока только один Не влазить в долги Иначе будет, как в известной рекламе Перефразируем Должны за коммуналку Значит коллекторы идут к вам Павлина Василенко Александра Фетисова Наталья Грещенко Вадим Сверидонов Александр Данилов Подробности недели Телеканал Интер Ну вот только важно, чтобы в итоге Перегибов не было Чтоб частные коллекторы Не оказались бандитами С официальным статусом Потому что криминальных новостей Нам с вами и без того хватает Хотя есть среди них и те Которые украинцы воспринимают с одобрением Мол, наконец-то силовики начали действовать Минувшие 7 дней в принципе Стали недели громких обысков Следователи генпрокуратуры Чуть ли не каждый день Выдавали по сенсации С обыском нагрянули В имении Андрея Клюева И Владимира Севковича По делу о разгоне студентов Во время революции достоинства Как говорят, оценивали имущество Чтобы в случае чего Возместить ущерб пострадавшим Правда, стоящего и ценного Прокуроры не нашли Ну, то ли дело Начальник киевского главка Тех времен, Валерий Коряк Которого тоже подозревают В причастности к избиению студентов Он бежал, но многое оставил Так вот, в его доме Следователи изъяли 40 тысяч евро 10 тысяч долларов И антиквариат Еще один яркий эпизод По делу Евромайдана Арестовали четырех Экс-беркутовцев Они никуда не убегали Что самое интересное Продолжали служить Только уже в рядах Национальной полиции Но если средства Украденные мелкими чиновниками Из окружения Януковича Похоже, все же Удастся вернуть То как быть с миллиардами Которые вывел из страны Сам беглый президент И его семья Можно ли их возвратить? И окажутся ли Бывшие хозяева жизни На скамье подсудимых Или так и будут Коротать старость в России В достатке и благоденствии Как достать чиновников-коррупционеров Учила на этой неделе Украинских силовиков Марта Борщ Легендарная женщина, скажу вам Бывший федеральный прокурор Которая Самого Павла Лазаренко С внешностью голливудской актрисы Из сериалов про полицию И в то же время И в то же время Очень настойчивая И временами даже жесткая Во всем, что касается работы 12 лет она была Американским федеральным прокурором Расследовала махинации С ценными бумагами Затем Два года Возглавляла Отдел по борьбе С организованной преступностью То, что было сложно Многим мужчинам Легко удавалось Хрупкой женщине Со смешной фамилией А как вы сами произносите Свою фамилию? Есть два варианта Борщ И борщ Я спрашиваю, потому что Борщ звучит как Знаменитое украинское блюдо Да-да, мне говорили Вот почему здесь подумали Что у вас украинские корни Я знаю, но увы Я типичная американка И не знаю Откуда мои предки Возможно из Украины Возможно откуда-то еще Вершина ее карьеры Стало дело Павла Лазаренко Расследованием Марта занималась Почти 6 лет Добилась признания Экс-премьера виновным По всем пунктам обвинения Ей пришлось выступать Перед присяжными Многие из которых Не просто не знали Фамилии украинских чиновников Но и где сама страна Находится Слабо представляли На суде заинтриговало Мол, дело Лазаренко Это как Шекспира читать Вначале путаешься В действующих лицах Но потом сюжет захватывает В итоге Присяжные каждый эпизод дела Слушали как детектив И Лазаренко приговорили К 9 годам тюрьмы Это было особенное дело Громкое, сложное Оно уникальное Из-за интереса к нему в Украине И из-за того Насколько было непростым И насколько много времени Заняло Деньги, которые Лазаренко получил Отмывались через Соединенные Штаты И Швейцарию С помощью банковской системы США И это была моя задача Как прокурора Защитить нашу банковскую систему От средств Которые были украдены Добыты с помощью махинаций Взяток Или вымогательств Задела Лазаренко в Америке Она получила высшую награду Генпрокурора США А в Украине Мисс Борщ стала примером того Что сильные мира сего Тоже могут оказаться За решеткой Если следователь Принципиальный А бывали моменты Когда на вас пытались Оказать давление Или взятку вам дать Нет, никогда В Америке это в принципе невозможно Конечно возможно Но в моем случае Такого никогда не было В Соединенных Штатах Это очень-очень редко происходит У нас весьма строгие правила Которые запрещают политикам Или правительству Влиять на силовые структуры А это от самого человека зависит Позволит ли он на себя давить Я почему спрашиваю У нас ведь очень много Сейчас новых лиц И генпрокуроры И новые следователи С которыми вы встречались Сейчас в Киеве Конечно Вам ведь сейчас нужны Люди преданные своей работе И которые не станут Торговать должностью Теперь Марта Борщ Дает мастер-классы Прокурорам и детективам НАБУ Мол, кто еще может рассказать Как бороться с отмыванием денег Из коррупции Среди чиновников высшего эшелона Как не человек Которая всемогущего Пол Иваныча За решетку упекла А какие вопросы Они вам задавали чаще всего Хотели узнать мое мнение Что должна сделать Украина Чтобы предотвратить коррупцию Очиститься от нее Миссис Борщ Почти на каждой встрече в Киеве Спрашивали Что человек Посадивший Лазаренко Может посоветовать Как расследовать Дело Януковича и семьи История повторилась Снова украденные миллионы Снова бегства Только в этот раз Не в Штаты, а в Россию Насколько вообще возможно Вернуть деньги беглого президента Конечно это возможно Когда речь об огромных суммах С коррупцией На самом высшем уровне Деньги ведь проходят Разные страны И единственный способ Как вы можете достать Стать всех этих людей Сотрудничать с иностранными правительствами Есть четкие международные правила Как собирать доказательства И улики в других странах Их и нужно использовать Получить помощь за рубежом И вернуть все активы в Украину Марта больше уверена Проблема в Украине В судах Сколько бы ни раскрывали Дело коррупции Когда люди в мантиях Не чисты на руку Какого результата Тогда ждать Необходима реформа Судебной системы США судей Назначают на должности Пожизненно Их нельзя уволить Если кому-то Не понравилось их решение Поэтому политикам Сложно управлять Нашей судебной системой В любом случае Украине нужно В первую очередь Реформировать Судебную систему Чтобы победить коррупцию Я понимаю Чтобы полностью Поменять систему Должно поколение смениться Ведь люди У вас пеленок Расли с пониманием того Что система коррумпирована И я думаю Вам просто нужно Запастись терпением Мартия искренне нравится Украина Страну знает очень хорошо Впервые приехала сюда В конце 70-х И с тех пор не разбывала Мисс Борщ знает Что министром финансов У нас была американка Здравоохранение Грузин Экономики Литовиц Но сама она Готова только советовать Не больше А если бы вы получили Предложение Стать украинским прокурором Что бы ответили Дома меня ждут дети И я хотела бы С ними видеться Поэтому я бы Отказалась Она действительно Сейчас все больше Думает не о карьере А о семье Бросив работу В прокуратуре Которая забирала Все время без остатка Ведет частный бизнес Старается Не вырошить прошлое И лишь одно воспоминание Обязательно вызывает улыбку Украинский процесс Сделавший ее знаменитой Спасибо большое за интервью Так интересно встретиться С человеком Который посадил Лазаренко Спасибо за ваше время Я это ценю Удачи вам И Украине Надеюсь Вы достигнете успехов Но есть в Украине Коррупция Которой мы привыкли Иногда даже Не понимая Что это она самая То с чем мы сталкиваемся Каждый день Идя за какой-то справкой Оформляя паспорт Землю или имущество Ведь у каждой Государственной конторы Есть рядышком Контора карманная Где зарабатывают деньги На том Что государство По идее Должно делать бесплатно Роман Бачкала О том Как перекладывают деньги Из государственных карманах В собственные Только на примере Одной структуры Госгеокадастро Очередное перекрытие трассы Одно из сотен На этой неделе Ветераны АТО Остановили движение По трассе Киевчоп По закону Они должны все Получить землю Они ведь ее Защищали Да только Зачастую Владельцами наделов Становятся Сами знаете кто Кстати Водители Попавшие В неожиданную пробку Даже не возмущались Их ведь тоже достало Готовы на РНП На эту неделю Постоять и две Мы хотим Чтобы эта земля Работала на общество На область А ее просто-напросто Держкадастр продает Хм Продает Ведь в Украине Продажа земли Запрещена Но то что нельзя Купить Можно украсть Закона о рынке земли До сих пор нет И коррупционеры Этому только рады Мутная вода Их стихия Вот взгляните Кадастровая карта Синим на ней Отмечены участки Которые уже чьи-то Это острова на Днепре Природоохранная Заповедная зона А как иначе строить дворцы? В Украине нет более коррумпированной сферы Чем земельная После революции достоинства Агентство земельных ресурсов Расформировали вроде как Но взамен появился государственный геокадастр Вывески сменили Но воруют почему-то с прежним усердием Система 20 лет совершенствовала свои навыки В коррупционных всяких схемах И я могу вам сказать откровенно Что довела их наверное до абсолютного совершенства А ведь землеустроители и услуги предоставляют ПАИ оформляют Справки разные выдают Которые по закону стоят копейки Но так же не интересно В Днепропетровской области Это дело поставили на поток Начальники райуправлений Избранные кстати на открытых конкурсах То есть вроде как честные Наплодили карманных фирм Которые предоставляют Все те же самые услуги Но в 10 раз дороже Мы запустили наших же сотрудников В режиме тайных покупателей Они заходили в районное управление Спрашивали как оформить землю Получали Где-то получали Где-то не получали Рекомендации Настоятельные Пойти в определенную фирму И так по всей стране Только схемы стали даже циничнее чем раньше Используют тех самых атошников Земля выделяется бойцу Он еще не успев ее получить Пишет дарственную на подставное лицо Ну а дальше перепродажа Деньги делают все Надо из шикарного участка Сделать фиктивное поле Пожалуйста Наоборот тоже никаких проблем Классическим примером Той ситуации которая у нас есть Это фильм золотой зеленый фургон И рыжие сапоги в Севериновке То есть у нас кто бы не остановился У него всегда возникает искушение Взять себе рыжие сапоги Пацех, то есть давать забыл Вы же первый начальник Какий не любит такого хвашон Кто-то это искушение преодолевает Каких героев зеленого фургона Кто-то нет Да, у нас имелся перегиб на местах Имелся, но С этим уже покончено Да Верно, Грищенко? Да Мы осудили этот перегиб Как вредный И как этот Как это шло? Портонистический Что? Портонистический А, портонистический Все это называется бытовой коррупцией Только размеры уже не местечковые Это уже проблема национального масштаба В правительстве объявили борьбу Мол, изменения должны ощутить в каждом селе Только мы это уже слышали Три года назад В этом же кабинете я записывал интервью С тогдашним главой Агентства земресурсов Сергеем Тимченко Он тоже обещал коррупцию побороть Бил себя в грудь Клялся буквально А теперь в бегах Позирует на фоне Шикарных курортов И дорогих авто История часто Повторяется Но Как же хочется Ошибиться И прервемся далее на 10 минут рекламы Для того, чтобы после того, как она закончится Поговорить вот о чем Дембельский окон С фронта на граждан Кому собирать вещи Полтора миллиона переселенцев Полгода без денег Кто наживается на тех, кто сбежал от войны Что будет делать Обама после отставки Где будет жить Эксклюзивные подробности Дембельский окон С фронта на граждан Кому собирать вещи Полтора миллиона переселенцев Полгода без денег Кто наживается на тех, кто сбежал от войны Что будет делать Обама после отставки Где будет жить Эксклюзивные подробности Это подробности недели Вторая часть программы Прямой эфир Я Дмитрий Анопченко Мы продолжаем С вещами на гражданку В Украине объявлена демобилизация пятой волны Указ об этом подписал президент Причем подписал прямо на передовой Интересно, что новой волны мобилизации Пока что не будет Украинская армия делает ставку на контрактников Что сейчас происходит на фронте Обо всем этом Ирина Баглай Лариса еще в шоке Пережила ночью бомбежку Чудом уцелела Ее квартиру выстрел из танка Превратил в свалку стройматериалов Здесь даже не могли представить Что окажутся под огнем Живут в прифронтовой Красногоровке Но дома находятся в той части Которая считается практически тылом Куда еще не залетали снаряды А это уже окопы армейцев Как говорят на нуле Они видели откуда и чем били боевики Корректировщик на девятиэтажке Там люди проживают Видно и Авдеевку, и Маринку, и Красногоровку Но мы не имеем права Потому что это мирное население Последняя неделя вернула жителей Прифронтовой зоны как будто на год назад Тогда линия соприкосновения Полыхала от артиллерийских залпов После относительного затишья Боевики снова, уже не скрываясь Бьют из крупнокалиберного оружия Район Донецкого аэропорта Снова горячая точка Вот такое перемирие Из-за руины аэропорта Наемники пытаются сравнять ствол шахты Бутовка с землей Как только барьер будет преодолен Откроется путь на стратегическую Авдеевку Украинские бойцы пока выдерживают Бетон не всегда Там батарея встала уже как была Так у нас осталось Так танки были там Так у меня вырушились Всю расстановку сил Каждое направление Куда и откуда стреляют боевики Знает дирижер Владимир со своими бойцами Пережил здесь не один обстрел Устояли Постейный шум передвигания Висковой техники Особо гусечной техники Так уж колесной Наступ можно сказать Закаленных огнем армейцев Казалось бы уже ничем не удивить Но вот такого сюрприза Бойцы 128-й горнопехотной бригады Точно не ожидали Без объяснений с линии фронта Дирижера и его товарищи Привезли на легендарную позицию Республика Мост Этот блокпост армейцы Когда-то отбили у боевиков Сейчас это еще и перевалочная база Для волонтеров Это всего в паре километров От того что осталось От Донецкого аэропорта Рядом с линией огня Никто не ожидал увидеть президента Сколько обмывать не можно Пошли черешню Привезли черешню Кроме награждения Главнокомандующий Проинспектировал работу Опорных пунктов на передовой И здесь же в присутствии армейцев Он объявляет дембель Я подписываю указ президента Про звільнение в запасе Великого службовца Пятой черги Частковой мобилизации Которые указаны С вещами на гражданку Должны уйти 17 тысяч человек По словам президента Их заменят контрактники А поездки президента на фронт знали единицы Как сообщили в окружении Порошенко Операцию готовили год Но избежать обстрелов не удалось По пескам боевики ударили ствольной артиллерии О том, что скоро домой Десантники узнали прямо во время боя На авдейской промзоне бои не утихают Каждую ночь противник пытается выбить армейцев Перерытая снарядами Промка сотрясается от разрывов Байкер циркулярный Всем на рам Всем на рам За целую ночь, наверное, штук 30 влетело их Может и больше Спалахи были со стороны дороги Яка находится от нас буквально 800-600 метров О Дембеле удается поговорить лишь утром Когда все стихает Все четверто Третье Третье Никто не хочет никуда извольняться До тех пор, пока не выйдем из ВИС После выполнения задания Тоди все пойдут Оказывается, домой еще не вернулись Даже бойцы предыдущих Волн мобилизации В четвертое хвиле тоже хлопцы Сервались до дому Но когда пришел Дембель Ему говоришь Вот ты через тиждень до дому А что я? Все ничего не закончилось Мы тут Чего нам разбегаться? Увольнение в запас пройдет до конца июля Армейцы уже готовы писать рапорты на продление До следующего объявления демобилизации Как будет, так будет Вернется третер И друга Не факт, что шеста порасходит Но я ж не зря подписывался контракт Тут многие говорят Будем стоять до победы Ирина Поглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев Подробности недели Телеканал Интер Ну а внимание военных Сейчас приковано и к другой точке на карте Львовская область Ну правда, к счастью, повод другой Там масштабные международные учения С участием военных из стран НАТО Наш львовский корреспондент Галина Якушко Вот прямо сейчас рядом с Явровским полигоном Есть связь с ней, да, Галь? Вечер добрый Скажи, а вот что тебе известно Об учениях и местных жителей Они-то как реагируют? Масштабные военные учения Начнутся уже через 10 часов Около 2000 военных из 14 стран Приедут на Яворовский полигон Это самые боеспособные части армии НАТО На их счету десятки успешных операций В том числе в Ираке, Афганистане Для развертывания в реальной боевой ситуации Им нужно всего несколько часов Украинским армейцам и западные коллеги Будут демонстрировать те самые натовские стандарты О которых так много говорят Будет проходить боевое слаживание Сюда уже доставлена самая передовая техника Альянса Правда, для кого-то учения, для кого-то неудобства Жители сел уже предупредили о жестких мерах безопасности Если на полигонах происходит стрельба Конечно, что будет выставлено соответствующее очевидение И попереджение на контрольно-перепускных пунктах Что сегодня происходит занятие Жителям запретили ходить за ягодами И грибами, и даже купаться в местных озерах В общем, армейская жизнь не только на полигоне Будут перекрываться и дороги, которые находятся рядом с полигоном Должны пройти несколько военных колонн Оцепление стоит Предупреждаю, чтобы не идти к АТС Что там стреляют Люди сами не едут, переважно Потому что люди не поедут на снаряды И так и сидят дома Местным жителям придется терпеть две недели Повышенные меры безопасности отменят только 8 июля Ну а мы завтра уже в выпусках новостей расскажем Как же проходили сами учения натовских и украинских военных Студия Ну да, коллега, спасибо Львовская область была у нас на связи Но еще на одном фронте Фронте политическом пока затишье Ну хотя по идее этого и не должно было быть Ведь еще чуть-чуть и слуги народа разлетятся на летние каникулы Что может, а главное, что успеет сделать Верховная Рада Для того, чтобы минские соглашения заработали Этот вопрос мы задали депутатам из разных фракций Максимум, что я понимаю, на что нас сейчас будут давить наши международные партнеры Это внести законопроект и обсудить парламент Законопроект о выборах К сожалению, этот законопроект, который активно где-то дискутируется Нас постоянно спрашивают, будете ли вы за него голосовать или не будем А мы не знаем даже текст Для того, чтобы на Донбассе могли отбудиться выборы И могло вообще быть потом проголосовано и в конституционные изменения По-перше, должен быть стал мир не один час без стрельбы Не один день без стрельбы, не один тиждень без стрельбы, а стал мир Выборы на Донбассе, то за это я и многие другие депутаты голосовать не готовы Донбасс должен пойти по пути Австрии, которая после деокупации от фашизма Прошла период де-нацификации и после этого уже только в 1955 году были проведены первые выборы Все, кто имел возможность співпрацювать и не брал руки с оружием, должны быть амнистованы Мы не можем взять и покарать, например, 20-30 тысяч человек Но все те, кто брал руки с оружием, должны обязательно пройти через следователя Дать показы и установить ступень их войны Мы должны прозвать децентрализацию без особых статусов Донбасса, без особых статусов других областей В парламенте нет 300 голосов, чтобы внести изменения в Конституции в те редакции, которые сегодня существуют И тут Порубий шукал шляхи, чтобы децентрализацию провести, внести изменения только по децентрализации И не брать до уваги надение особенного статуса Донбасса, то есть вы окремитесь этим темой Мы считаем, что не может быть окременного статуса местного самовредования с повноважением Что до выбора судей, прокуратуры и перебора на себя государственных функций Иначе тогда не понятно, а где есть государство в этой части Ну вот такие споры, но похоже, заигравшись в политику, депутаты забывают о реальности Ведь пересмотреть бюджет и изменить налоговую систему еще в начале года обещали Да вот все недосуг Ну а те, кто занимаются бизнесом, тем временем несут убытки Более триллиона гривен Это убытки украинского бизнеса за первый квартал Огромная сумма, астрономическая Сумму эту озвучила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина По ее словам, все из-за того, что налог на прибыль бизнесмены переплачивают Их заставляют платить наперед Ну а потом может ведь и не быть никакого заработка Налоговые законы нужно менять, считает Южанина Они уже в парламенте, только теперь нужно, чтобы у депутатов до них руки дошли Как похоже, не дошли и до проблем беженцев и переселенцев Людей, которые бежали от войны, но так и не смогли наладить новую жизнь Хоть назад в Донбасс возвращайся Ведь многим из них пособия не платят уже полгода Почему? Смотрите далее в сюжете Выдержать все испытания и выехать из оккупированной территории Побороть бюрократию и забрать свои деньги Вот ты вся песня, закрыли Эта система работает так, что многие теряют надежду и сходят с дистанции Готовится сойти с дистанции Сергей Хара С марта пытается оформить социальную помощь Мы идем с ним, чтобы увидеть все эти круги бюрократического ада Управление социальной защиты в Киеве Ну отправляют меня в одну их станцию Там говорят, ждите Отправляют в миграционную службу Нужна печать В миграционной службе штанг по мне Снова в управление социальной защиты Тоже говорят, ждите Никто ничего не делает Это одна из тысяч историй переселенцев Которым в феврале заморозили выплаты социальной помощи и пенсии Под предлогом проверить их законность У нас так получается, что нам дают кусочек крошку хлеба А в ответ забирают буханку И что с этим делать, непонятно Разморозить свои выплаты теперь получается не у всех Главная проблема это штамп в справке, что ты переселенец Ее выдает миграционная служба Но там говорят, делать этого не должны И вот этот бюрократический клубок пытаются распутать уже полгода Распутаем обещают в управлении соцзащиты, но нужно еще полгода И тут же добавляют, как это будут делать, не представляют Ведь нужно обойти всех и проверить более миллиона 700 тысяч человек А это управление соцзащиты в Славянске Донецкой области И здесь уже хватаются за голову У нас всего три социальных инспектора И проверить 34 тысячи переселенцев Которые получают любой вид пособия, пенсии, регресса Но вы сами понимаете, за полгода каким образом Но есть обратная сторона медали Существует немало схем, когда на переселенцах наживаются Да и сами они переселенцами иногда и вовсе не являются 21 час, 21 час мы ехали из Дебальцева до Славянска Это Славянск, управление соцзащиты Каждый день здесь очередь Сегодня в ней 600 человек Я не могу доведку эту оформить здесь Почему? Потому что миллион людей Живут на оккупированной территории Зато регистрируются на территории подконтрольной Украине Чтобы просто получать деньги Кто не ездит сам, за деньгами посылают гонцов Это доска объявлений в оккупированном Донецке Тысячи предложений по оформлению любой социальной помощи Значит, есть лазейки Ну все, все, как это вот именно все пошагово Это я вам по телефону рассказывать не могу Мы оформим, помощь мы оказываем Они просто привезли по адресам Все предоставляем, проживание Понятно, сколько это стоит? Вот Проезд, проживание, помощь, 3000 гривен Еще одна махинация Так называемые резиновые квартиры Некоторых регистрируется по тысяче человек Не в силах чиновники пока бороться и с мертвыми душами Которые получают переселенческую помощь Один месяц людина получила и умерла И пять месяцев отримывали родичей Сегодня родичей у них нет возможности найти Кто отримывал по карте кошки 700 тысяч фейковых переселенцев насчитали в Министерстве соцполитики Были неоднократно засвидетельствованы случаи, когда были подлоги документов Власть считает, что мы здесь лишние люди Власть делает все, чтобы мы или выживали как-то самостоятельно Причем не просто самостоятельно, мы и так выживаем 95% переселенцев живут в арендованных квартирах Харьков Городок для переселенцев, построенный на деньги Германии С июля жилье здесь дорожает Будет цена 700-800 гривен с человека Сейчас на данный момент идет 120 гривен С 1 июля уже платится не за человека, а за койко-место Через пару месяцев мы будем вынуждены поехать в Луганск Я практически продала уже все драгоценности, которые у меня были К которым я приехала Мы пустили на оплату того жилья Факт остается фактом Многим Украина не оставляет другого выбора Как вернуться туда, откуда бежали от войны На оккупированную территорию Дюрократия делает свое дело Олег Решетняк, Ирина Диченко, Светлана Шекера Владлен Оль, Александр Яновский Подробности недели Телеканал Интер Как можно решить проблему переселенцев? Давайте еще одно мнение послушаем Юрий Бой, как нам сейчас присоединяется Юрий Анатольевич, вечер добрый Скажите, ну вот вы слышали сюжет, да? Переселенцы сами говорят, что им больше оказывают поддержки волонтеры Чем международные организации, чем государства По вашей оценке, вот почему государства не способны решить эту проблему? Что вообще происходит? Суммарный объем выплат на семью переселенцев Не может превышать по сегодняшнему законодательству 2000 гривен Конечно, этого мало Это невозможно на эти деньги прожить Снимать жилье, обустроить жизнь на новом месте Поэтому переселенцы испытывают значительные трудности Их выселяют из жилья, которое предоставлено И их дискриминация идет при приеме на работу Эти факты мы видим Поэтому, конечно, нужно решать вопрос по двум направлениям Главное, нужно останавливать военный конфликт И возвращать людей на места, к месту, где они жили Восстанавливать там жилье И давать им возможность жить там, где они прожили всю свою жизнь А второе, нужно повышать материальные выплаты, которые позволят им пережить этот сложный период И несмотря на усилия волонтеров, благотворительных фондов, всех неравнодушных людей, кто помогает Они, к сожалению, не могут заменить роль государства Государство должно более активно и более весомо помогать людям, попавшим в беду, не по своей вине Юрий Анатольевич, вот вы когда говорите, государство должно более активно помогать Я правильно понимаю, да? Вы имеете ввиду увеличение выплаты с бюджета Просто, насколько это реально, когда вокруг тех же тарифов настоящая война На уходящей неделе и вы, и Батьковщина, в суд подали Какие тогда дополнительные выплаты от государства, когда вот даже депутаты не могут отбиться от нового роста тарифов? Ну, это действительно, мы считаем, что это ошибка, большая ошибка правительства Поднятие тарифов в такой ситуации Мы считаем, что просто высшие руководители страны не понимают, насколько обеднели и обнищали люди И в любой аудитории, в которой сегодня ты общаешься с людьми Люди задают первый вопрос, как выжить на сегодняшнюю зарплату или пенсию с такими тарифами Потому что в топитный сезон человек, который имеет трехкомнатную квартиру, он будет уже платить около 4 тысяч за коммунальные услуги При том, что по стране вообще средняя зарплата около 4 тысяч, то есть практически всю зарплату надо отдать Поэтому мы и подали в суд, мы считаем это цивилизованный путь Мы считаем, что если общество начнет протестовать в конституционном русле и политические силы присоединятся к нам То нам удастся достучаться, нам удастся отменить эти драконовские тарифы, поскольку они просто убивают людей Хорошо, давайте чуть в сторону от тарифов Я еще одно событие этой недели, прошу вас прокомментировать Мы о нем в первом часе говорили Визит Виктории Нуланд в Киев, после которого целая волна заявлений, что в Раде могут проголосовать за законы для выполнения минских соглашений Вот по вашей оценке, какой-то прогресс в этом возможен до парламентских каникул? Я думаю, что весь цивилизованный мир рассчитывает на дипломатический и мирный путь регулирования конфликта К сожалению, в последнее время идет эскалация конфликта, напряженности Я на прошлой неделе был в Луанской области, и все люди говорят, что идет обострение Этого нельзя допустить И считаю, что выполнение минских соглашений, политической части минских соглашений Это как раз тот путь, который приведет к ликвидации замороженного конфликта К возвращению людей, территорий в состав Украины К возвращению беженцев на эти территории И созданием нормальных условий для жизни Восстановление этого порядка Поэтому мы, как политическая сила, это всячески поддержим Мы считаем, что парламент должен иметь свое законодательное лицо К сожалению, в парламенте очень сильна партия войны Что, собственно говоря, и не дает возможности реализовать минские соглашения и их политическую часть Прежде всего, должен быть принят закон о выборах В той редакции, в которой будет согласован в нормандском формате Должен быть принят закон о свободной экономической зоне для того, чтобы восстановить эти территории То есть, то, что записано, это все записано в минских соглашениях Должен быть или подписан, или принят закон об амнистии Которая даст возможность в законодательном порядке Открыть тем людям, которые не совершали тяжких преступлений Вернуть их в нормальную жизнь, чтобы они отставили оружие Все эти законы описаны в приложении, которое сопровождает минский протокол Понятно, спасибо Будем на этом ставить точку Юрий Бойко был с нами на связи Ну и скажу вам, что еще один центр силы Без которого не удастся реализовать минские соглашения Это, конечно же, Соединенные Штаты, Вашингтон Там спешат, ведь осталось полгода президентства Обамы И демократы не хотят оставлять дела незавершенными В том числе и по такому чувствительному вопросу, как конфликт на Донбассе Тем более, что встреча Обамы и Петра Порошенко уже через две недели предстоит Мы с вами об этом в первом часе говорили Сам Обама тем временем уже готовится и завершить главные проекты в своей жизни И готовится к самой жизни после президентства Хозяин Белого дома подобрал себе новое жилье в Вашингтоне Роскошный особняк, куда переедет собственность Белого дома Где они только работают, но и живут американские президенты Правда, чем займется после завершения срока Этот вопрос пока остается открытым Есть ли жизнь после президентства? Выяснял мой коллега Тихон Дятко Президентом Баруко Обаме осталось быть чуть больше полугода И после этого, как и его предшественники Он был бы и рад поехать домой, в родной штат Однако, младшая дочь Саша не закончила школу А потому на пару лет семья Обамы останется здесь, в Вашингтоне И будет жить в этом доме Два этажа, девять спален, восемь ванных комнат Обама с семьей из Белого дома переезжает в дом поменьше Но все равно, по вашингтонским меркам, это почти дворец Здесь же большой внутренний двор для парковки, постов наблюдения, секретной службы Которая охраняет всех бывших президентов Ну и наверняка и для огорода супруги Обамы, Мишель Которую он так полюбился в президентской резиденции По оценкам риэлторов, Обама будет платить в месяц 22 тысячи долларов аренды Если бы он планировал задержаться в Вашингтоне подольше и решил купить этот дом То ему пришлось бы за него выложить 5 миллионов Район Колорамы делится на две части Там, где поселится Обама, сплошные дипломатические резиденции Помпезные старинные здания На улицах в буквальном смысле не души Кажется, не слишком подходящее место для Обамы Известного своей общительностью и открытостью Не секрет, например, что он любит неожиданные появления в кафе и ресторанах Фотографироваться с посетителями и сотрудниками И получать комплименты в ответ Такой шанс у него будет и на новом месте Вторая часть района Колорама Всего в 10 минутах пешком от нового дома уходящего президента Оживленные улицы с большим количеством баров и кафе Среди них и одно из старейших и самых демократичных вашингтонских заведений Дайнер Как раз место для Обамы И его будущие соседи ждут встречи с ним тут Я не думаю, что что-то изменится в нашем районе Но большинство моих знакомых ждут его переезда сюда с нетерпением Это будет здорово, что здесь будет он, Мишель, их собаки Бо и Сани Я уже думала о том, где мы можем, в принципе, встретиться Мы все шутим, что, возможно, станем с ними лучшими друзьями Чем займется Обама после президентства? Этим вопросом задаются не первый месяц Сам он даже снял об этом шутливое видео К традиционному ужину с прессой Это клуб Вашингтон Уизардс? Я уверен, что вы как раз ищите тренера Я подойду, я несколько раз тренировал команду своей дочери Алло Впрочем, в этой шутке похожа лишь доля шутки Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на днях заявил, что его босс рассматривает возможность стать совладельцем одного из баскетбольных клубов Такого после отставки, кажется, не делал никто из американских президентов Это раньше, когда Соединенные Штаты только появились Уходящие президенты отправлялись в свои поместья и тихо и незаметно жили там Первый президент Джордж Вашингтон два года после президентства, до своей смерти Провел в своем роскошном имении Маунт-Вернон под Вашингтоном В 20-м, а тем более 21-м веке, все иначе И покинув Белый дом, большинство руководителей крупнейшей мировой державы Стараются остаться на виду Никакой политики, но многочисленные выступления за приличные гонорары Самый яркий пример Билл Клинтон Вместе с супругой Хиллари Только за последние 15 лет на пару Они заработали больше 150 миллионов долларов за счет платных выступлений В том числе перед представителями крупнейших корпораций Так что если у Вас есть лишние 200 тысяч долларов Билл Клинтон, вероятно, согласится выступить и на Вашем мероприятии Джордж Буш также известен своими выступлениями Но не в таких количествах И вообще, он больше времени проводит у себя дома, в Техасе Опубликовал несколько книг и даже занялся рисованием Рисует собак, автопортреты и портреты мировых лидеров В том числе Путина и Тони Блэра Его отец, предшественник Клинтона, Джордж Буш-старший После президентства вошел в состав руководства Сразу нескольких неправительственных организаций И посвятил себя развитию президентской библиотеки в Техасе Названной в его же честь По какому из возможных путей пойдет уходящий президент Обама Пока остается лишь догадываться Впрочем, бежать за гонорарами за выступления он вряд ли станет Кажется, за 8 лет своего президентства Обама наглядно показал Он скорее тихий семьянин с имиджем школьного профессора И вряд ли будет растрачивать свою репутацию Перед воротилами финансового мира Тихон Зитко, Сергей Еременко, Вашингтон Подробности недели, телеканал Интер И будем заканчивать на этом Спасибо, что смотрели И удачной следующей недели Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!